За русскую победу! Марш! Борь! 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 Компания! Мы любим вас! Я Сергей Королёв, здравствуйте! Мы приближаемся к апокалиптическому времени. Вот это нужно всем нам осознать ясно. Кирилл Патриарх Московский и всея Руси на неделю об этом заявил участникам 10-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Цитата. И единственный выход из этого возможного кризиса это вера в Бога. Это вот громко говорю на весь мир. Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с проявлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху апокалипсиса. Я не знаю. 8-го сентября голосовать не стали, цитата. Это даже с усилиями тех людей, которых приглашали за деньги голосовать. На самом деле даже 10% не было, кто пришел добровольно высказаться. БГ Иркутск сразу после выборов провел два опроса в Телеграме. Первый. Вы довольны результатами выборов 8-го сентября. Второй. Депутаты снова выберут Стикачева, который уже был председателем Думы города, председателем. Большинство респондентов, 68%, в обоих опросах недовольны результатами и не сомневаются, что Стикачев продолжит управлять Иркутской Думой. Опросы, безусловно, не результат полноценного социологического исследования, но очевидно, несмотря на недовольство граждан, власть и жизнь не меняются. Как в басне Василия Иннокентьевича Злыгостева, поэта из села Урик Иркутского района, 17-го участника цикла передач о поэтах «Политра взгляда». Студия Сергей Королев покажет выпуск 10 октября. Но видно было не судьба, достойного избрать в тот день. И вновь у власти наш олень. Геннадий Андреевич Зюганов, лидер КПРФ, по итогам выборов на пресс-конференции в ТАСС указал, что, цитата, «прошедшие местные выборы, по сути дела, повторили почти все грязные технологии, сформированные в лихие 90-е». Пример в подтверждение. Выборы в Думу Иркутска по 26-му округу, где одним из кандидатов был я, Королев Сергей Владимирович, и проиграл. В бюллетене для голосования 9 кандидатов, 6 из которых агитацию не вели. Четверо из тех, кто не вел агитацию, буквально взяли меня в кольцо. Королев Максим Владимирович, партия Родина. Ковалев Владимир Николаевич, гражданская платформа. Кулаков Павел Андреевич, ЛДПР. Куценко Вадим Григорьевич, самовыдвиженец. Технология однофамильцев и кандидатов с похожей фамилией активного кандидата как раз из 90-х. Расчет на невнимательность избирателя, который поставит галочку не там. В моем случае эти кандидаты в сумме получили 117 голосов избирателей. Обзвон перед днем голосования тоже из 90-х. На 26 округе Иркутска работал целый колл-центр. Скажите, вам будет интересно поддержать одного из кандидатов за определенную благодарность? Какого? Восьмого. А, кандидат одного из тех, кто баллосируется на вашем округе. Если вам будет интересно, мой коллега свяжется с вами и подробно изложит суть предложения. Молодые люди, именно молодежь власть использует для хулиганских выходок, делали попытки срывать мои встречи и портили листовки на более 200 арендованных досках на подъездах, плюс в отведенных властью местах под выборы. Вот эта девушка подбирает меня, Сергея Куланова. В день голосования та же молодежь раздавала деньги за голоса избирателей в пользу кандидата от власти на пороге избирательных участков, в школах и техникумах. По жалобам некоторых ловили, но грязное дело продолжали другие. Сейчас избиратели пишут письма Путину на массовую скупку голосов, которая уже превратилась в культуру. Цитата «Мы, избиратели, просим вас разобраться с ужасом, который творился в этот день на 26 округе, где открыто прямо у дверей УИК покупались голоса. Невозможно было дойти людям до своих УИКов. Приставали и цепляли на улицы избирателей, демонстрируя пачки денег молодые парни. Администрация президента отреагировала оперативно. Не прошло и суток после отправки жалоб. Письма иркутян были перенаправлены в Министерство внутренних дел России и в Следственный комитет. Заявители считают это важным, что жалобы не перенаправили в регион. Это 29-й выпуск нового времени, передача о будущем, которая в полный рост уже проявляется в настоящем. Сегодня 15 сентября. Комментируйте, помогайте развитию проекта материально. Номер счета в описании, как и ссылки на все полные первоисточники новостей. Фрагменты. Патриарх Кирилл о приближении к апокалиптическому времени, которое ясно понимать нужно. Коммунист Левченко о формировании власти, которое абсолютное большинство не устраивает. 85% избирателей Иркутска голосовать не пришли. Коммунист Зюганов о грязных выборных технологиях 90-х, которые для современной молодежи культурой стали. Смотрим по порядку, минуту 9 секунд. Мы приближаемся к апокалиптическому времени. И единственный выход из этого возможного кризиса – это вера в Бога. Вот громко говорю на весь мир. 85% людей не пришло. Это даже с усилиями тех людей, которых приглашали за деньги голосовать. На самом деле, очевидно, даже 10% не было. Из тех, кто пришел сознательно, добровольно. Прошедшие местные выборы, по сути дела, повторили почти все грязные технологии, которые сформировались в лихие 90-е и были продолжены теперь. Пожилая женщина вводит на избирательные участки голосовать, а потом голосующих жителей к ребятам отправляют, получают денежку. Вот, собственно говоря, пошли все дороже. Эрдоган, президент Турции, призвал вернуть Крым Украине. Об этом на неделе он сообщил в видеообращении к участникам саммита Крымской платформы в Киеве. Эрдоган заявил, что поддерживает Украину, ее территориальную целостность, суверенитет и независимость, поскольку, цитата, это требование международного права. При этом турецкий лидер еще год назад, в 2023-м, сообщал, что Россия не уйдет из Крыма, а в самой Украине уже выпустили школьный учебник с картой страны без Крыма. В Иркутске прокуратура Октябрьского района города вышла с иском в суд к мэрии о восстановлении памятника борцам революции на мемориальном комплексе основателям советской власти в Приангарии. Виктор Павлович Григоров, юрист, сообщил, что добивается этого уже два года. Памятник, находящийся в муниципальной собственности, демонтирован командой мэра Иркутска-Берникова в канун 100-летия Октябрьской революции 7 лет назад. При действующем мэре Болотове выяснилось, что памятник утерян, но была сделана 3D-копия, по которой его можно восстановить. Власти города обещали это сделать в 2025 году при наличии средств в бюджете. Ссылка на первоисточники новостей в описании. Фрагменты. Эрдоган, турецкий лидер о возвращении Крыма Украине. Хотя еще год назад говорил, что Россия из Крыма не уйдет. И Григоров, юрист, со словами благодарности к прокуратуре, которая заставляет власть вернуть советский памятник борцам революции по суду. Смотрим 31 секунду ровно. Большое спасибо сотрудникам прокуратуры городской и октябрьской, которые сейчас вышли с иском. И я надеюсь, что граждане получат через судебное решение уже, получат все-таки этот памятник. Это почти все больше новостей в информационной ленте Иркутской области, БГ Иркутск в Телеграме. Подписывайтесь и читайте. Мы работаем каждый день. Благодарим наших партнеров. Иркутский обком КПРФ и медиахолдинг номер один. И еще. Единоросс, депутат Госдумы Андрей Викторович Гурулев удивился, как россияне живут с такими дорогами. Это после того, как из-за многочисленных ям он подвеску автомобиля своего вырвал в Забайкалье. Гурулев как раз и представляет этот регион России в Госдуме. Распространяйте выпуск среди друзей. Помогайте по возможности развитию Пульс при Ангаре. Новое время материально. Номер счета и ссылка на полное видео в описании. И обязательно ставьте лайки. Я Сергей Королев. Новое время на следующей неделе. Единоросс Гурулев. О том, как непросто жить в России, которой Единая Россия управляет. Смотрим 20 секунд. У меня все. Пока. Она вся в яму. Причем яма таких, что невозможно проехать. Вот она яма. На ней он вырвал подвески. Наша региональная дорога. Я не знаю, как вы живете. За русскую победу марш! Борь! 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 Комплекс, ботенни! Мы любим! Борь! Борь! Субтитры подогнал «Симон»